всех приветствую на своем канале друзья меня зовут ахмед всех приветствую меня зовут ахмед вы находитесь на канале в engel be и сегодня я вам показываю свою очередную покупку это ваз 2007 с пробегом 34 тысячи километров который мы купили за 100 тысяч рублей купили мы его для того чтобы разыграть для вас но перед тем как это сделать я бы хотел привести эту машину идеальней шее состояние чтобы здесь было все четко красиво сразу же предупрежу от и до как мы собираем эту машину будет в одном видео вот в этом то есть вам не нужно всякие серии ждать там писать мне настигать меня вы просто смотрите это видео от и до в конце эта машина будет просто куколка я готов вложить сюда много денег ну много понятия растяжимая конечно но хорошие деньги я сюда вложу поставим музыку сделаем полировку химчистку керамику тонировку все что можно все что влезет мне в голову за весь процесс этой съемки поэтому тащите бутерброды чай май там где-то кто-то откуда-то что-то закажите кушайте приятного всем аппетита и приятного всем просмотра поехали смогу его так нам сейчас нужна живая такая съемка во первых здесь номера у у у красиво четко дальше идем резко показываю вам что к чему здесь тросик торчит то есть капот только вот так вот открывается если что здесь полный сток 30 тысяч километров пробег все идеально как часы работает двигатель вот здесь есть ржавчина видите вот такие вот кусочки дальше порог с той стороны дырка а с этой стороны видите вот ржавчина уже начинается подкрашено все дальше по салону машина очень грязная здесь вот этот ковер полики а мгшные какие-то все засрано просто вот мусора много везде сиденьям срочно нужна химчистка тут вообще ужас что творится я не знаю даже как как вот так вот получилось но человек взрослый и он ездил просто на работу обратно у него еще несколько машин в любом случае здесь немножко пройтись и все машина в принципе четкая но не ухоженная скажем так тонировка такая дедовская вот 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 эти точки вот это старое время кто помнит ну вообще мне не нравится эта тонировка нужен полный бункер здесь вот эти вот мухобойки тоже который в то время ставили они свистят шумят что угодно делают но от мух по моему не спасают всеми любимые 13 штампы тоже здесь стоят как положено четко фары здесь уже такие выцвевшие матовые нужна полировка либо замена вот эти значки тоже будем менять чтобы все было новое опер стиль как все любят называть семерку хотя к семерке опер стиль никак не относится поставим сюда белые фары четыре вспышки кстати цвет как в простонародье называют снежка а если посмотреть по документам то типа светло серый металлик и так мы за рулем семерки пробег как вы можете заметить 34 499 все отлично теперь наша задача завести этот автомобиль очень плавно работает двигатель немножко неприятно здесь сидеть потому что все грязное такое все трогаемся вот эти скрипы сцепления тоже всеми любимые но машина относительно мягкая вот у меня была семерка с пробегом 3000 километров и она была такая жесткая дребезжащая я не знаю с чем это связано но там реально было 3000 километров пробега здесь 30000 километров пробега получается и машина мягче укомплектование как будто здесь шумоизоляция стоит вот эти вот семеровские звуки которые мы все прекрасно знаем но в принципе ездить можно мне нравится так в первую очередь я предлагаю поехать и заменить пороги они у нас ржавые с дыркой и заодно мой хороший знакомый по имени редван обещал посмотреть машину может быть какие-нибудь мелочевки добавить и оттуда уже поедем на химчистку как вы думаете друзья инжектор пойдет боком не они идут так немножко если его заставить он пойдет но я не хочу его мучить все-таки машина такая свежая салам алейкум редван как ты брать ничего нормально у вас как тоже отлично слушай у меня дырка в пороге с той стороны и это тоже такой уставший ты мне обещал поменять сделаем без проблем все сколько нужно времени я думаю часа два-три все я на часа два-три отсюда общить и приезжаю через часа два-три и машина с новыми порогами как положено все бою давай давай оператор ты здесь пока ахмед у нас уезжает уехал да ахмед давай посмотрим состояние автомобиля до пороги приведем в порядок но эта сторона хорошем состоянии можно чуть-чуть уход сделать сзади идеальном состоянии арки идеальные двери тоже хорошем состоянии он ее и что это такое как можно было так запустить что интересно обычно у нас гниет с нижней стороны мага а кто говорил что мы будем порог менять проделаем работу над этим местом над этим порогом я думаю что она будет идеальном состоянии ахмед это не заметит а вы ему не рассказывать и еще маленький короче немного вид придет машине надо да а вот это ему зачем я думаю что это ахмеду не нужно это скорее всего мне на фургон вот этот айсау будет фургон в хорошем состоянии ну давай все обломали что еще здесь ух ты лай она вот эти полики амг ахмеду точно не нужны они тоже ко мне туда-то о скотч очень сильно нужно это тоже ко мне в эту тряпку я давно хотел купить такой ахмеду все равно не нужно как думаешь если музыку это что это больше будет он же не заметит а ладно оставим ребята я думаю пора приступать к работе ахмеду кандидат я убеду смехи и мне бэкз и для чего бенжер реки навеку с антискетом не будет проблематик на этом мир не во многих раз в квартире принимать chances you can never be sure мать это будет в кого-то и мать и с мягом но я не буду иметь же не в курсе нет ничего нет я не могу рейдить ничего нет по цене это лишь не еще у нас есть факене я ехать мне это дадут я не убеду мне решение в с помощью не исчезли я не знаю что я и не готова но я не знаю но я не знаю Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь столько грязи Просто это не передать словами Все засрано В салоне грязь Руль грязный Панель грязная Машина как старая выглядит из-за этого Багажник это вообще отдельная история Поэтому сейчас Мастерские руки возьмутся за этот автомобиль И полностью его вымоют Как снаружи, так и снутри Полную химчистку Прям все-все-все Сделают идеально Че, давайте приступим? Субтитры сделал DimaTorzok И так, друзья, сделали нам полную химчистку этого автомобиля. Я также купил нано-полики, чтобы их поставить. Редван же выкинул наши АМГшные. Вот. И давайте глянем на машину. Офигеть просто. По-моему, машина чище, чем с салона. Просто посмотрите, друзья, какое все чистое. Это я чисто багажник пока посмотрел. Я чувствую запах новой машины. Здесь реально все такое четкое. А ну-ка. Офигеть! Вы просто посмотрите на этот двигатель. Ошалеть! Серьезно, что ли? Ты его как так помыл, эй? А что бачок черный? Покрасили? Серьезно? Черный цвет? Офигеть просто. Блин, здесь как будто новый двигатель. Реально. Когда вы с завода покупаете машину, вот так чисто не бывает. Я никогда не видел такой чистый двигатель. Еще бы масло здесь поменять чисто для спокойствия, чтобы было все четко. Я доволен. Вот эту крышку тоже покрасили, да, в черный? Да. Блин. В натуре опасные, я скажу. Я доволен, честное слово. Блин, сюда наступать не хочу, потому что нет поликов. Все чинчинарем почистили. Пластик стал таким черным. Приятный запах в машине. Вот сейчас я реально ощущаю, что это новый автомобиль. Теперь смело можно вот эти вот 34 тысячи километров пробега считать реальными. Потому что все идеально, все чисто. Вот это то, что я хотел. Я доволен конкретно. Какой запах. Такой приятный, легкий запах вот этой химии. Смотри на эти кнопки, какие черные. С завода так не бывает вообще. Если даже я с автосалона машину куплю, теперь я точно на химчистку сразу буду загонять. Потому что это реально очень приятно в машине находиться. Ни одной пылинки, ни одной соринки. Все четенько. Даже сиденье цвет поменяли. Я как будто в новой машине. Просто посмотрите на эти полики. Они будут конкретно соответствовать этому автомобилю. Все четко, стильно. Поставили мы, значит, полики. Сделали химчистку. Все четко. Я прям доволен. Теперь наша задача поставить сюда музыку. Нормальную музыку. Чтоб прям качало четко. После этого будем, естественно, делать тонировку, полировку. Все эти моменты в последнюю очередь. Сначала я хочу вот все основное сделать. Базу поставить, скажем так. Поэтому, я думаю, наша задача сейчас уже потихонечку выехать на установку музыки. Едем, поехали. Итак, друзья, выгнал я машину на улицу. Прогреваем ее, как положено. Машина чистенькая. После химчистки. Просто посмотрите, как ей зашли вот эти вот нано-полики. Все идеально. Все чисто. Приятный запах в машине. Солнышко не в тему, конечно. Если была бы тонировка, полный бункер, то было бы поприятнее снимать. Но в любом случае, просто гляньте, какая она красивая, когда чистая. Сзади тоже нано-полики. Все чисто. Даже в обуви жалко было сюда заходить, честно сказать. Сейчас мы едем на установку музыки. Я хочу нормальную аппаратуру сюда поставить. Знаете, друзья, это один из тех автомобилей, за которые я хочу прям грамотно взяться. Грамотно, красиво разыграть. Чтобы здесь было все идеально. Чтобы победитель приехал, сел, завел, уехал и дальше кайфовал и ничего не должен был делать. То есть вот. Моя задача довести этот автомобиль до такого состояния. Я надеюсь, вам интересно смотреть вот этот вот проект. Односерийный. Может быть, что-нибудь еще снимем с этим автомобилем. Честно сказать, пока не знаю. Видно будет, да? Пробег пока что потихонечку накатывается. Уже вот 34 518. Итак, друзья, мы заехали на установку музыки и уже выбрали всю аппаратуру. Вы только посмотрите, сколько здесь всего. Дайте-ка я вот сюда сяду аккуратно. В конце выпуска мы, естественно, посчитаем, сколько нам обошлась музыка, химчистка. Все от и до мы это будем считать. То есть в самом конце ролика все цены будут. На счет этого не беспокойтесь. А то сейчас же начнут в комментариях, сколько это обошлось, сколько то. Полный отчет в конце ролика. Итак, что мы взяли? В основном здесь продукция МОМО из аппаратуры и бочка тоже вот такая вот красивая. Кстати, я выбрал вот такой вот короб. Мне он давно понравился. Хоть он не соответствует цвету этого автомобиля, все равно, мне кажется, получится неплохо. Такая маленькая изюминка в багажнике. Давайте я вам чисто быстренько покажу, что мы взяли. Так, это у нас колба с предохранителем. Ставится на аккумулятор, чтобы ничего не сгорело. Тут у нас полный набор проводки для этой всей музыки. Дальше два подиума, получается, на двери передние. Четыре колонки и две пищалки будут спереди, в общем. Единственное, что мы взяли БУ, это магнитофон. Вот такой вот Пионер. Хороший шестиканальный магнитофон, который будет качать все четко. Пионер БУ намного лучше, чем китайский какой-нибудь новый магнитофон. Поэтому вот так вот. Здесь немножко полернем и будет все четко. Это у нас сетки МОМОшные. Дальше. 610 МОМОшки. Вот они. Не обращайте внимания на то, что здесь написано 715. Это 610 МОМО. Просто коробка от 715. Абсолютно новые колонки. Их вот. Две пары. Четыре штуки, в общем. Дальше. Две пищалки. Вот так вот они выглядят. В принципе, когда установим, вы увидите. Так. Здесь у нас находится, по-моему, моноблок. Кто не знает, что такое моноблок, это, скажем так, усилитель для сабвуфера. Ну и снизу непосредственно сам усилитель. Взяли ZEVS. Вот такой вот. МОМО и ZEVS это одна компания, насколько я знаю. Короче, здесь четыре, как в простонародье их называют, обычные яйцеобразные колонки. Яйца, короче. Ну и насчет сабвуфера. Это у нас МОМО ЦУНАМИ. Когда-то у меня такая же бочка стояла на моей приоре. И качает хорошо. Реально хорошо. Громко, четко, басов хватает. Это сейчас у меня стоит на приоре. Вообще сумасшедшая бочка. Я не знаю, как она называется. Тоже МОМОшка, но именно модель не знаю. На этой семье уже стоит какая-то музыка. Ну такая, там пару колоночек. Это все мы будем убирать. Сзади также есть полка, но там место только для двух колонок. А нам нужно место для четырех. Поэтому новую полку для четырех колонок мы тоже поставим. Смотрите, друзья, здесь уже стоит такой дешевый двухканальный пионерчик. Мы его будем отсюда снимать. Сюда ставим наш шестиканальный. А тут поставим, как положено, дефлекторы. То есть, чтобы все было новое. Короче, сейчас вот все, что здесь вы видите, будет устанавливаться на этот автомобиль. На улице, друзья, уже ночь. Процесс работы до сих пор идет. Охренеть! Заднего лобового нет. Вот здесь уже, по-моему, поставили. Ай, Сал, вы только посмотрите, как это все симпатично здесь выглядит. Еще кармашек такой. Отлично, отлично. Мне все нравится, но работа долгая и нудная. Вот, друзья, наша полка, о которой я говорил. Вот таким вот образом сюда устанавливаются колонки. Они, естественно, с сетками. Вот так вот все это дело будет в итоге выглядеть. Отлично. А тем временем здесь уже вот такие вот отверстия сделали. Правда, они кривые, но ничего страшного. Здесь же полка будет. Поэтому в этом плане переживать не стоит. Жалко, что немножко пыль сядет в салон, потому что все-таки делали химчистку. Кстати, этот короб от сабвуфера очень дорогой. Видите, здесь все качественно, четко сделано. Все готово, никакого колхоза. Бомбочка просто. Короче, процесс продолжается. Продолжение следует... Итак, друзья, 7 часов прошло, и мне сказали, что машина готова. Я еще ее не видел, поэтому сейчас вот я захожу. Полностью готовая тачка, и я ее вижу. Как она сюда красиво вписалась, нет? Просто вот, вот что я хотел. Вот это изюминка. Ты открываешь багажник, и здесь красиво. Здесь красиво, здесь чисто, здесь гармонично. Запаска тоже в тему. Как себе домой зашел этот короб сюда. Мне вот знакомые говорили, да он не подойдет, да он не в тему. Еще как в тему. Прям вот четко. Так, что у нас тут? Красиво, красиво, красиво. Просто четко вписались сюда эти колонки. Я, честно сказать, боялся то, что эти подиумы будут колхозно выглядеть. А сейчас смотрю и наслаждаюсь. Здесь еще кармашек есть такой вот, можно что-нибудь ставить. Просто хорошо вписались сюда эти подиумы, я считаю. Две мумошки, пищалка. Красиво, стильно. Прям заполнена задняя полка, заполнена колонками. Четыре мумошки, яички стоят. Новенькое все, красивенькое. Короче, красиво, четко все. Идем дальше. Так, что у нас тут еще? Чистый двигатель. А, это уже я вам показывал. Видите? Вот здесь у нас получается этот самый предохранитель, чтобы музыка нахрен не сгорела. Вот так вот это все выглядит, и он нигде не висит, не болтается. Красиво сюда его приклеили. Идем дальше. Так, что у нас тут с этой стороны? Кармашек есть, все то же самое. Двери открываются, закрываются. Прекрасно. Теперь я стильный пацан со стильной музыкой. Короче, усилитель и моноблок находятся за этой бочкой. Ничего не видно, все красиво, аккуратно, стильно. Блин, я вот второй раз подхожу к багажнику, и мне нравится, как сюда вписалась эта бочка. Напишите в комментариях, вам нравится или нет. Вот реально, кто мои знакомые, говорят, что она не подходит сюда. Еще как подходит. В машине теперь я чувствую себя увереннее, потому что у меня здесь есть музыка. И нам, как положено, провели айфоновский шнур, то есть айпод, она поддерживает. Я могу просто подключить свой телефон и слушать музыку. Сейчас я вам включу музыку чисто без авторских прав, ютубовскую, не ту, которую мы обычно слушаем, и так чисто посмотрим, да, как она играет. Через камеру вы по-любому не поймете, но все равно многие просят. Все, я делаю звук громче. Субтитры сделал DimaTorzok Показали вам, как играет эта музыка. Пионер мы поставили сюда вниз, на штатное место, где должен быть магнитофон. А сюда мы купим, как положено, дефлекторы, чтобы здесь они стояли. То есть я считаю колхозом убирать отсюда дефлекторы, ставить сюда магнитофон, для меня это вообще как-то, ну, несерьезно, что ли. Поэтому я решил перенести ее вниз. Здесь будет как в стоке. Итак, Басир, ты как мастер, скажи мне, пожалуйста, что здесь стоит? Колонки. Не, понятно то, что колонки. Имеется в виду для более профессиональных людей, которые у меня будут спрашивать, там, какие момошки, там, модели точные, вот эти все. Я не разбираюсь, вот, примерно. Ну, поставили две пары эстрадных колонок 610-й МОМО. Потом вперед одну пару рупоров фирмы Эйджи. Назад поставили две пары овалов фирмы МОМО, SPS 690, если не ошибаюсь. Потом усилитель стоит ZEVS 4х100, где-то 1200-ваттный. Моноблок поставили Fusion двухканальный, ну, район где-то 1000-ваттный он. И басовик стоит МОМО, цунами, полтора киловаттный. И красивый короб. Все? Все, спасибо тебе, Рад Большой. Пожалуйста, обращайтесь. Включим свет. Вот таким вот образом. Так, все, мы выезжаем. Отличненько. Мягко все, мягко. Вот это мне больше всего нравится. Пионерчик тоже горит. Ладно, в принципе, поехали. После всех проделанных работ в машине чуть-чуть пыльно. Ну, ничего страшного, это все исправимо. Сейчас я хочу заехать в наш дотейлинг. Один процент остался, Лерия. На камере? Да, да, сейчас она вырубится. Серьезно? Ничего страшного, у нас есть гоупрошка. Опа, теперь у нас гоупрошка. Так даже лучше нет? Единственное, громче надо разговаривать, потому что микрофон уже не отсюда записывает, а прям с гоупрошки. Короче, на чем я остановился? Мы заезжаем сейчас в наш дотейлинг, но 2 часа ночи, поэтому работу начинать ночью смысла нет. Загоним туда машину и завтра утром уже продолжим съемку. Все, короче, я заезжаю в дотейлинг, а с вами до завтра прощаюсь. Ты заведел, да, аккумулятор? Все, до завтра, друзья. Итак, друзья, наступил следующий день, сейчас только уже не поздняя ночь, а просто вечер, и мы готовы приступать к работе. Семерка здесь стоит так же, как и стояла, ее никто не трогал, только единственное, мы выяснили то, что здесь бензин закончился. Короче, сейчас мы будем делать тонировку, полировку, и еще я купил всякие ништячки для семерки. Все, что нашел, вот оно. Это у нас четкий подлокотник, LED-лампы, которые будут белым гореть, 4 вспышки. И вот такие вот поворотники, абсолютно новые, а то там они какие-то уже матовые, грязные. Короче, что я там сказал, полировка, тонировка, жидкое стекло, вот все вот эти вещи устанавливать, и еще походу видно будет, что будем делать. Наша задача сейчас приступить к работе, и вам приятного просмотра. Для меня это будет, конечно, долго все идти, а для вас тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, музыка, и все. Поехали? Я тоже умею полировку делать. Теперь смотрим на результат. Красиво, красиво, просто блестит. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Я знаю, в комментариях уже, наверное, тысяча человек успело написать, пока до этого момента не посмотрело, то, что это не тонировка, а такие вот стекла заводские. Конечно, мы еще много мелочей сделали, это все не показывалось на камеру. А, на камеру, кстати, показали, как дефлекторы поменяли, вот эти вот центральные. Я их называю дефлекторами, но на самом деле они как-то по-другому называются. Ну, какая разница, вы все равно поняли. Итак, друзья, наша задача сейчас выехать в город. Там, правда, дождик идет, но заодно испытаем воск, пошмаляем вспышками и послушаем музыку. Я поехал кататься на своей съеме. Ну, она же пока моя, правильно? Но скоро может стать вашей, смотрите видео до конца. Честное слово, я прям кайфово ощущаю себя за рулем этого автомобиля. Здесь стало намного комфортнее. Здесь теперь есть подлокотник, куда ты можешь что угодно поставить. Здесь теперь есть дефлекторы. Не какая-то там дырочка, а вот все четко, вот гармонично, грамотно, красиво, бомбово. Я не знаю, какие еще можно слова сюда подобрать. И я в полной тонировке. Меня никто не видит, меня никто не замечает. Мне в кайф вот так вот ездить. Честное слово, в машине тепло, работает печка, маленький пробег. Как часы работают двигатели. Этот автомобиль нигде меня не оставит на дороге. Я в нем полностью уверен. Вот единственное сцепление скрипит, но это болезнь на всех автомобилях. Если здесь даже поменять все, что нужно поменять, она через тысячу километров снова начнет скрипеть. Поэтому смысла этого делать нет. Если вы владелец автоваза, то привыкайте. Что еще сказать? Итак, друзья, форс-мажорная ситуация. У нас заканчивается бензин. Пока машина стояла в детейлинге, мы там чуть-чуть залили. Я сейчас выехал и вообще забыл про бензу. Вот если бы сейчас мы ничего не снимали, я бы включил музыку и чисто с кайфом поехал бы. Просто вот такой вот. Я на аварском знаю это слово, на русском не знаю, как правильно произнести, но ничего страшного. Короче, с кайфом пускай будет. Короче, 95 на 1000 рублей. Мне кажется, надолго хватит. Все, 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 хватит. Да хватит, говорю. Экономия, братан, экономия. Итак, друзья, сейчас наша задача поменять здесь масло. Вот мы едем к моему хорошему знакомому. Он нам сделает прям самое лучшее масло сюда зальет. Мы не знаем, какое масло заливал сюда предыдущий владелец. Мы не знаем, когда он его менял вообще. Но судя по состоянию автомобиля, я могу смело предположить, то что, возможно, масло здесь не менялось. Ну, puedes Yahweh. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Итак, друзья, вы только посмотрите, как идеально вписался нулевик сюда, прям под аккумулятор, красиво. И старое крепление использовали для нулевика, теперь все четко, грамотно. Сейчас мы дольем сюда антифриз, масло уже поменяли и в принципе можно ехать. Итак, друзья, вот наши ключики, антифриз там в процессе долива. Так, все, капот закрытый, наша задача завести автомобиль. Отлично, отлично. После замены масла, когда заводите машину, нужно дать двигателю пару минут поработать, чтобы новое масло двигатель освоил. И потихонечку уже можно трогаться. Итак, друзья, помыли мы пока что мою ласточку и заехали снова к нам в детейлинг. Сейчас я ее буду протирать и взял еще ништячки для этого автомобиля. Это у нас спецсигнал. Вот такие вот подушечки для сидений. Новые свечи. У нас есть фильтр новый, у нас есть масло новое. Почему бы не поменять свечи? Вот так вот я подумал. Дальше мы взяли магнитные рамки. Теперь номера у нас будут на магнитах. Мы сможем в любое время их снять, фотки, мотки сделать и потом обратно поставить. Все для вас, все для вас. Дальше стробоскопы. Ну, знаете, если хулиганить, то хулиганить по полной. Поэтому у нас здесь полный бункер, спецсигнал, стробоскопы, вспышки, LED-лампы. Ридван, дорогой, ты же мне поможешь это все установить? Я тоже тебе помогу, я машину протру. Машину протрет. Конечно, поможем. Мухаммад, ты тоже будешь? Ты чего меня обманул, что лобовое разбили, а? Ты снимаешь? Да. Это его была вообще идея по идее. Я так и понял, я так и понял, что это его было. Но ты согласился. Если он тебе скажет, с крыши прыгнет, ты тоже прыгнешь? Нет, ну крыша-то совсем другая. Ты приезжаешь, лобовое целое. Нормальный подарок был, да же? Согласись? Вальцок, сработало, да же? Ладно, все, начинаем, друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА свечи завода не меняли 30000 пробег короче друзья у нас ушел свет а работа все еще продолжается у меня дома тоже нет света и здесь теперь до тейлинге тоже нет света сейчас в темноте продолжим работу я надеюсь к тому времени как закончим свет придет итак друзья наша ласточка готова так у нас магнитные рамки опа а давай знаешь как поставим вот так мы же бандиты все по идее это не нарушение номера есть есть их видно видно все так короче спец сигнал у меня есть такой пультик я нажму например кнопочку а и у меня машина сигналит b это конечно не самый дорогой спец сигнал это один из дешевых но все-таки мы вот так вот его воткнули и выглядит теперь все это четко за это конечно идет лишение прав но мы же разыгрываем эту машину все дела ладно друзья если ну если победитель придет он при желании может здесь на месте снять все вот эти вот запрещающие запретные моменты и уехать без них мы же не обязаны никого с ними вместе уезжать а если вы можете решить свой вопрос со спец сигналом со стробоскопами боком выезжайте отсюда как участвовать как выиграть эту машину даже я все показал да давайте я для начала все покажу вот подушки сзади меня вот так вот все на арахате такой поехал это вообще честно сказать бомбовая тема шея болеть не будет и для пассажира и для водителя вот такая вот штука дальше стробоскопы мы сюда поставили но это чисто так прикалываемся вы же все понимаете но их тоже мы отдадим победителю вместе со всеми делами как по маслу сейчас машина едет двигатель работает как часы все четко новые свечи новое масло здесь внутри подлокотник тоже есть и такой сюда руку ставишь едешь музыка есть что еще нужно друзья что еще нужно а я знаю что еще нужно нужно чтобы вы набрали под этим видео 50 тысяч лайков за 5 дней если вы это сделаете мы вложим сюда еще 100 тысяч рублей все в ваших руках и так друзья чтобы выиграть этот автомобиль ваша задача просто подписаться на мой второй инстаграм аккаунт который называется ахмеджой а также на всех спонсоров которые находятся в разделе подписки после этого вы автоматически становитесь участниками получаете шанс выиграть этот автомобиль помимо этого автомобиля у нас еще 10 других подарков ссылка на страницу ахмеджой есть в описании всем желаю искренней удачи и победы друзья я никогда не отпущусь до такого уровня чтобы обманывать свою аудиторию вы можете смело участвовать это мой личный мой именной гиф мы отдали уже очень много машин победителям у нас есть полные отчеты это все на странице ахмеджой кстати это мой если что второй аккаунт в инстаграме где проходят конкурсы у меня есть еще основная страница где более миллиона подписчиков туда тоже подписывайтесь потому что там много интересного много того что вы не увидите на ютубе чё сейчас наша задача посчитать сколько нам вообще вышла эта машина сколько мы сегодня денег потратили и так я готов начать а ты готов мага ого 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 сколько мы денег потратили полончик краски для порогов 200 рублей трос капота 100 рублей колпачки на колеса 20 рублей химчистка полная вместе с двигателем 10 тысяч рублей на на полике две с половиной тысячи рублей 4 колонки momo 610 6 тысяч рублей 4 колонки momo яйца 6 тысяч рублей 2 пищалки 2000 рублей короб и сабвуфер momo tsunami 11 тысяч рублей усилитель 8500 рублей моноблок 6500 рублей проводка 3000 рублей магнитофон 8000 рублей причем бэушный подиумы 3000 рублей полка 1500 рублей предохранитель 800 рублей оплата за установку музыки 5000 рублей полировка 7000 рублей воск 4000 рублей тонировка 4800 рублей вспышки 1500 рублей лед лампы 1500 рублей фух я устал дефлекторы вот эти центральные 200 рублей спец сигнал 1700 рублей стробоскопы 800 рублей вот эти вот подушечки 300 рублей и магнитные рамки вот эти вот 1500 рублей в итоге у нас вышло 97000 570 рублей купили мы этот автомобиль за 100 тысяч ровно и вложили 97 570 в итоге она нам обошлась в сто девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят рублей я еще наклейки не посчитал который мы бы сюда приклеить заказывали специально для нее ну чё сказать друзья 50 тысяч лайков в течение пяти дней это чтобы вы успели до конца розыгрыша и мы вкладываем сюда еще сто тысяч рублей я уверен что вы не наберете поэтому так вот спокойно расслабленно об этом говорю но если вы наберете я свое слово сдержу пять дней 50 тысяч лайков всем огромнейшее спасибо друзья за просмотр ставьте лайк подписывайтесь на канал на вот эту вот красную кнопку чих нажимаете она превращается в серую я вас всех люблю мы реально постарались снять для вас интересный контент это все делается вот чтобы вы смотрели этот ролик это все для видео делается ну и для розыгрыша да над этим видео я реально старался и наш оператор тоже старался там разные кадры какие-то которые реально лень было снимать мы снимали вот в эту погоду мы вообще не хотели выходить но мы выходили снимали мерзли все делали а вам с вас просто хорошие комментарии лайки вы за это деньги не платите а для меня это хорошая поддержка потому что благодаря вашим лайкам благодаря вашей подписке растет статистика растет цена рекламы и соответственно я могу хоть как-то окупить то что вкладываю всем спасибо за просмотр еще раз увидимся салам алейкум